Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа, я ее ведущий Александр Глушенко, и сегодня передача посвящена продолжению ответов на ваши вопросы, давно уже поступившие, и буквально массовый поток вопросов, я так понимаю, в связи с моим военным бэкграундом, поступил по поводу так называемого танкового биатлона. Какой он имеет цель, и какое практическое значение, и как он влияет на боевую готовность вооруженных сил. Но я ответ построю гораздо шире. Танковый биатлон это одно из самых зрелищных мероприятий, которое проводится в ходе международных военных игр. Вот каждый год в августе месяце проводятся международные военные игры. Что это такое? Это значит представители различных государств соревнуются по военным специальностям на территории Российской Федерации. То есть организатором всего этого дела является Министерство обороны Российской Федерации. Почему самым зрелищным, ну во-первых, самым зрелищным является танковый биатлон. Во-вторых, он проводится на танковом полигоне в поселке Алабино. Это довольно близко от Москвы. И есть возможность обеспечить большое количество зрителей, журналистов, телесъемку и все остальное. Я вам скажу так, что в военных играх, международных военных играх, участвует 42 страны. Да, вот господину Шойгу удалось настолько его популяризовать в мире, что приезжают сюда команды из 42 стран. Мы пока вот знаем только о танковом биатлоне. Об остальных состязаниях, соревнованиях то же самое сообщается. Соревнования проводятся по 39 военным специальностям. То есть не подумайте, что 42 страны участвуют только в танковом биатлоне. У нас есть таких государств, которые вообще танковых войск не имеют. Какой-нибудь Буркина-Фасок, к примеру, да? Или имеют такое танковое вооружение, на котором нельзя соревноваться с российскими Т-72Б-3. Значит, смотрите, вернее не 39, 37 конкурсов, 37 специальностей представителей 42 стран. Это все. Это танкисты, артиллеристы, минометчики, инженеры, саперы, само собой. Значит, ну, кто? Специалисты кинологической службы. Не буду сейчас все перечислять вплоть до военных поваров. Да, даже соревнуются военные повара. Это одна из этих 37 специальностей. То есть кто там вкуснее, качественнее приготовит пищу. Каков принцип создания и комплектования команд? И вообще, что это такое? Я сразу скажу так. Не все государства соревнуются во всех видах, во всех 37 программах или конкурсах, да? Кто что имеет, кто чем богат. Значит, самыми представительными являются делегации России, Узбекистана, Китая и Белоруссии. Они, собственно, на пьедестале почета в этом году так и распределились. Первое место Россия. Ну, естественно. У нас есть все виды военных специальностей, поэтому количество полученных баллов в очков, естественно, у нас будет расти автоматически. Узбекистан. Первый раз Узбекистан вышел на второе место, отобрав его у Китая. Всегда на втором месте. Ну, вот за там порядка 10 лет, что проводятся эти состязания. Я еще раз повторяю, не только биатлон, а все 37 специальностей. Китай оказался на третьем месте. Республика Беларусь на четвертом. Вот ведущие, в принципе, страны, которые закрывают все виды военных специальностей. Жюри международное. То есть, ну, скажем так, беспристрастное. Члены жюри присутствуют от всех государств. Почему этому придается такое серьезное значение? Мы знаем прекрасно, что Сергей Шойгу отличный пиарщик. А проще сказать, очковтиратель. Вспоминайте, когда он был министром МЧС. Что, думаете, леса не горели, что ли? Все горело и взрывалось. Было всего полно. Но зато каждый день в телевизоре шли ролики про бесстрашных пожарных и спасателей. Он ввел им красивую форму. Значит, и каждый постоянно сам присутствовал в телевизоре, когда проходили какие-то чрезвычайные происшествия. Давал интервью там со всякими пожарами, наводнениями. То есть, он пиарил свое ведомство. Где сейчас пожарные спасатели? Мы про них практически ничего не слышим. Так, изредка, когда большое ЧП какое-то случается. Там, взрыв жилого дома или крупный пожар. Здесь он переключился на свое любимое дело, руководя вооруженными силами. Почему я, например, лично и большинство офицеров, которые еще проходят службу, это мои хорошие знакомые, скептически относятся к этому мероприятию? К этим международным военным играм. Потому что формирование команд, а проще говоря, расчетов, экипажей, подразделений обычных мотострелковых, саперных расчетов, все производится методом сводного, методом сведения чемпиона. Принцип такой. Вот смотрите, нам надо сформировать танковый экипаж. Самый банальный, самый простой случай. Или артиллерийский расчет. Проводятся отборочные соревнования в каждой воинской части. Определяются лучшие, ну, допустим, для танка. Командир, наводчик, механик, водитель. У нас Т-72Б3 имеет экипаж 3 человека. Из каждой части присылают лучших. Вот, допустим, танковый полк, в нем 100 танков. 100 танковых экипажей. Из 100 выбирают один лучший. Потом они съезжаются, допустим, в штаб округа. И, значит, со всех полков, ну, скажем, в округе 5 танковых полков. Вот съезжаются 5 танковых экипажей. Проводятся соревнования, состязания на уровне округа. И потом делается не лучший экипаж, а выдергивается с там этих вот 5, например, экипажей. Выдергивается лучший механик, водитель, лучший наводчик, лучший командир. Делается сводный экипаж, и они тренируются, тренируются, тренируются уже в сводном составе. То есть, почему Россия занимает первые места? Потому что уделяется внимание именно показухе этому самому пиару. И людей тренируют до такой степени, что они становятся реальными виртуозами. Ну, потом после соревнований получают соответствующие призы, денежные премии. Если занимают почетное место, ну, в частности, первое Россия заняла в этом году. И разъезжаются по частям. То есть, на данный момент, в принципе, эти состязания на боевую готовность вооруженных сил не влияют. Они влияют только на пиар. Так, если вооруженные силы России выставляют там 1, 2, 3, 5 танков и экипажей. 1, 2, 3, 5 артиллерийских расчетов. Или там 1, 2, 3, 5 инженерных разведывательных дозоров. Как это может повлиять на боевую готовность? В остальных частях все идет своим чередом. Все идет своим чередом. Солдаты занимаются обычной боевой подготовкой. Не всегда в самых лучших условиях. Тем более, когда принимаются решения ехать куда-то топтаться вдоль границы с Украиной. Что тоже не влияет на боевую готовность. Абсолютным образом. А только бряться неоружем в политических целях. Остальные страны, я просто примерно предполагаю у какой-нибудь, ну, для примера там, кто у нас там участвовал. Да, по этому же принципу работает Китай, Белоруссия. Я вот знаю Узбеки и Индия. Вот это наиболее такие воинственные страны, да, которые еще и заботятся о военном пиаре. А у какой-нибудь маленькой страны, ну, типа Вьетнама, у них нет такой возможности. Просто нет возможности. Плюс к тому, они приезжают исполнять все эти упражнения, все эти конкурсы на, как правило, на нашей российской технике. Ну, они и сами вооружены этой российской техникой. Поэтому они и едут сюда. Потому что тащить сюда с собой, допустим, опять приведу, допустим, Вьетнам, тащить с собой свои танки, пушки, каким образом. Это огромный ресурс надо затратить, авиационный, там, железнодорожный, транспортный, трейлерный. А вот такие государства, как Беларусь, Китай работают на своей технике. То есть технику готовят сами, прежде всего. А чтобы хорошо выступить на соревнованиях по техническим дисциплинам, скажем, там, танковым, артиллерийским и так далее, экипаж должен работать на этой технике с закрытыми глазами, просто вот знаю, по своему опыту. И организовывал такое реально на уровне части, там, где-то не на уровне страны делалось. Вот, собственно, и все. Элементарный пиар, не влияющий ни на какую боевую готовность. Это я отвечаю просто на вопрос тех людей, которые очень сильно интересуются, что это такое. Ну, если что это такое, откройте в этом самом, в интернете, там, прям, наберите танковый биатлон. Если вас интересует красивое зрелище. Или напишите соревнования артиллеристов в ходе международных военных игр. Кто этой тематикой интересуется? Я, например, не смотрю, потому что уже насмотрелся на все это. Но скажу вам так. Еще раз повторяюсь. Чистый пиар и показуха. И зарабатывание очков себе в политическом плане. Посмотрите, какой у нас талантливый шайгу. Надо его делать председателем Государственной Думы. Вот это моя точка зрения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok